Всем привет, с вами Прия. Все больше людей докачивается до 60 уровня на классике. Значит, пора бы записать видосик о самом лучшем шмоте, который только можно надеть. Как говорится, топовый эквип для начинающего рейдера. Иначе тут не скажешь. Предоставлю вам прекраснейший сайт под названием WoW Classic Biz.com, на котором можно глянуть абсолютно все рейдовые вещи и пререйдовые, для того, чтобы выдать максимально возможный ДПС из своего класса на текущий момент контентной фазы. Суть в том, что классик поделен по контентным фазам. Ну вот, например, если рассмотреть БФА, то там 8.0, 8.05, было ли оно? Не помню. 8.1, 8.1.5, 8.2, 8.2.5 ждет нас, 8.3. И это тоже некие контентные фазы. А классики, они также присутствовали. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. В виде кнопок сверху вы можете это абсолютно все увидеть. Сейчас просто немножко потыкаем, посмотрим, как работает этот сайт. Работает он на ура. Пользуюсь я им уже примерно недельку. И почти одел своего вара в пререйдовый бисовый эквип. Начнем же. Что нам нужно для самого начала? Для самого начала, так как у нас на текущий момент первая контентная фаза, и рейды особо мы еще не чистим, мы нажимаем либо первую кнопку, либо вторую кнопку. Далее. Мы нажимаем тот класс, который нам интересен, кем мы играем. Ну, допустим, воин. Далее мы выбираем специализацию, в которую мы играем. С самого первого дня я говорил о том, что я буду играть в дамагере. Поэтому, фу, респект. Далее мы выбираем расу. Орк, хуман, либо другие. Суть в том, что у некоторых рас на классике есть повышенный навык владения оружием. И поэтому выбор оружий будет отличаться. Например, у орка это топоры, а если глянуть хумана, это будут мечи, ренды, которые падают с ренда блокхенда. Абсолютно вся информация здесь на английском, но если же вам вдруг что-то непонятно, то мы всегда можем перейти на такой сайт под названием Woffhead, просто кликнув по синей надписи, WeFound Woffhead, и нам прогрузится страничка на Woffhead. Если мы до сих пор не понимаем, о чем идет речь, мы переключаем на самом Woffhead язык на русский, и уже все прекрасно чекаем, изучаем, как только нам угодно. Смотрим, что это священный заряд дал ренда, то, что у него дроп шанс 3.65%, откуда он падает, можем комментарии почитать и все такое прочее. Уж думаю, Woffhead пользоваться вы умеете. Также, если, например, кликнуть второй, пререйд, то что у нас поменяется? У нас поменяется только лук. Но сразу скажу, чтобы не сидеть, не чекать, этот лук будет добавлен во второй контентной фазе, поэтому лучше в момент пререйдового одевания к Molten Core, к Anixie кликать на единичку, так как будут указаны 100% итемы с первой контентной фазы, которые мы на текущий момент можем себе позволить. Кликнув, например, на двоечку, мы уже будем иметь дело с такими итемами, которые падают с Рагнароса. Например, итемы, которые падают с Anixie. То есть уже какой-то начинается рейдовый эквип, и с этого уже становится как-то чуточку интереснее. Не пугайтесь. Воины носят кожу, воины носят кольчугу. В этом плане все нормально. Если вы играли, например, в Лич Кинг, то воины частенько этим пользовались. Может, и не только воины. Не знаю, в конце Лича я только играть. Начинал, качался, не особо в курсе всех этих историй. Так что это вполне нормально. Все-таки самая основная роль дамагера наносить дамаг. А в какой броне это делать, вообще без разницы. Бонус по броне был добавлен только в катаклизме на повышение мейн стат. Допустим, можно увидеть крафтовую вещицу. Если, например, кликнуть вообще шестерку, то это будут вещи с самого ластового контента, скиллтузада, собственно, с Нексармаса. Да, самого ластового рейда, который был на классике. Совершенно верно. Вот, например, Плащ Сапферона. Небольшая отсылка к интересным анонсам на моем стриме. Уж думаю, кто знает, тот поймет. Вот, ну и аналогично, прокликав абсолютно другие классы, можно увидеть что-нибудь интересное. Например, можно тут даже фракции выбирать. Альянс Орда, если это имеет важность. На Варлоке это имеет важность. Интересно, хотя ничего не меняется. В общем, если посидеть, поизучать, покликать, то можно прекрасно увидеть, какой экрип лучше всего подобрать к рейду. С целью того, чтобы выдать максимальный ДПС, ну и выжать максимальный своего персонажа. Почему бы и нет? Выдавать красивый результат, выдавать мощный результат. Это всегда полезно, это всегда нужно, и это всегда приятно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ссылочка на сайт, как всегда, в описании. Берегите ноги. До скорого.